Сегодня писатель Денис Драгунский. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Пройдут передачи Андрея Жуфа, Станислав Крючков. Сейчас идёт трансляция на YouTube. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на основном канале Эхо Москвы. Ну и для связи с нами и для вопросов нашему гостю и реплик разного рода. Напомню о наших эфирных координатах. Вы можете писать по SMS, плюс 7, 9, 8, 5, 9, 7, 0, 4, 5, 4, 5. В окошке сообщения в эфир на сайте эхомск.ру и в чате YouTube. А также Twitter-аккаунт вызван к вашим услугам. Ну пока у вас есть время подумать над вопросами, репликами и комментариями, которые вы хотите, собственно, отправить в эфир и вопросы задать нашему гостю, мы инициативу на себя возьмём. Денис Викторович, США сегодня объявят об очередных санкциях в отношении России, на этот раз за поддержку Москвы и режима Башара Асада. Госдума тем временем обсуждает наш ответ Америке. Предлагали в пятницу дать под дых США, запретить, в частности, поставки лекарств, продуктов, всего остального, вопрос, на самом деле, простой. Вот в нынешней ситуации что опаснее, американские санкции или наши контрсанкции? Ну, как вам сказать, получается, поскольку американские санкции вызывают наши контрсанкции, получается, что, так сказать, всё опасно и то и другое. Вот. Ну, потому что всё, понимаете, всё зацеплено. Американские санкции направлены не против, скажем, страны в целом, не против её правительства, а против экономики, и не против экономики, а против отдельных, скажем так, лиц, отдельных лиц и отдельных предприятий. А наши санкции направлены против, как бы, против американских экспортных контор, но на самом деле они могут принести существенный вред нашим потребителям. Вот. Поэтому надо как-то договариваться. Ну, в общем, санкции в отношении отдельных лиц уже на прошлой неделе привели к тому, что курсы основных валют на рублей на 5. И пострадают, конечно, в счете все мы. Ну, да. Да, да, наверное, так. Вы не находитесь странным, что предполагаемая химическая атака была в Думе, да, провел ее якобы режим АСУ, да, а... Город такой. А-а-а, я уж испугался было бы. Пока еще нет. Я скажу, как-то. Введены и вводятся. Ну, нет, санкции не по химической атаке, по-моему, вводятся. За поддержку режима АСУ. По какому-нибудь другому делу. Нет, новые санкции, о которых сегодня объявят, это именно за поддержку Москвы режима Башараса. За поддержку Москвы режима АСУ. Ну, что я вам могу сказать? Даже если бы мне это казалось очень несправедливым и неправильным, я все-таки считаю, что это вот... Вы знаете, это та штука, в которой очень трудно разбираться, на самом деле. В этом трудно разбираться, потому что тут, по-моему... Ну, как вам сказать? Тут очень много вот этой вот политики, много двойных, тройных, четверных, десятерных стандартов. То есть это вот такой вот концентрированный итог всей внешнеполитической неразберихи, которая существует на планете за... Вот особенно усиливаясь в последние годы, понимаете? Санкции — это нехорошо. А химическая атака — это тоже нехорошо. Контр-санкции — тоже нехорошо. Поддержка Башараса — это тоже нехорошо. Все кругом сплошной идет нехорошо. Когда стягивают авианосцы к Сирии — это нехорошо. Когда там обещают сбивать американские ракеты — тоже нехорошо. Шмалясь по Сирии ракетами — тоже нехорошо. Понимаете, тут все какое-то сплошное нехорошо. От этого нехорошо есть один, в скобках прописью, один выход. И это свободные выборы в той же самой, допустим, Сирии. Поэтому вместо того, чтобы яростно кричать, ваш легитимный лидер, не трогайте его, он имеет право. А тут какой-то журналист уже договорился до того, что легитимный лидер имеет право травить террористов тяжелыми газами в подвалах. Понимаете, вместо этого надо было, используя наше влияние на Башара Асада, сказать, ну, Башар, ну проведи нормальные выборы, в которых бы ты не выиграл, так сказать, 98%. Ну, что-нибудь такого, ну, будь человеком. Башар, ну, будь человеком. Сказал бы ему, так сказать, допустим, Путин. Понимаете? И ничего бы этого не было. Почему это Путин не сказал? Я не знаю. Может, у Путина есть какие-то свои резоны. Какие? Мне тоже об этом неизвестно. Да, собственно, на зеркало попенять бы он мог Башарта Путину. У нас с выборами тоже не все в порядке. Ну, у нас, да, у нас с выборами не все в порядке, но по зрелым размышлениям надо сказать, что Путин при той неимоверной власти, которую он сконцентрировал в своих руках, и при той неимоверной поддержке большинства населения, Путин мог бы вытворять совершенно, как говорится, страшные вещи. Путин, однако, ведет себя вполне, извините, сдержанно. И вполне, даже, я бы сказал, пристойно. Если мы посмотрим на эти рамки, как себя ведут диктаторы, имея полномочия, даже до которых Путина еще, у которых полномочий гораздо меньше, чем Путина. Понимаете? Поэтому, ну, опять же, разговор сам такой, в политике он тоже как бы не очень. Он хороший для пропаганды, для ток-шоу, на себя бы посмотрели. Я думаю, что если бы Башару Асаду наше руководство бы сказало бы, так сказать, что-то более внятное и строгое, я не думаю, что он стал бы кричать сам такой, там, не знаю. Башар бы ответил бы... Башар бы в ответ не стал бы кричать, так сказать, свободу Навальному. Денис Викторович, ну, если для того, чтобы урегулировать вот всю эту неразбериху, необходим диалог между лидерами, между Асадом, Путиным условным, между Путиным и Трампом, то в чем суть вот такого декоративного по факту, как оказывается, института, как совбесом, где припираются ни Бензи, ни Кихейли, где звучат слова, которые ничего не значат в итоге. Теперь уже с каждым днем все меньше сути. Когда-то сути было много, сейчас меньше. Вы правы. Как дискуссионная площадка совбес имеет право остаться? Да, безусловно. Понимаете, в чем дело? Как дискуссионная площадка имеет право, безусловно. Дискуссионная площадка, да. Но как площадка для выработки решений, вряд ли, потому что любой, сколько там у нас постоянных членов совбеса, я не считал, ну, где-то около десятки, по-моему. Каждый из них может наложить вето на любое решение. Тем самым совбес, так сказать, перестает быть чем-то интересным. Организация Объединенных Наций может только давать рекомендации какие-то, понимаете. Поэтому она никак ни на мировое правительство, ни на мировой парламент Организация Объединенных Наций не тянет. Задумывалось-то ведь именно так. И Лига Наций так задумывалась. И ООН задумывалась как такой высший надправительственный орган. Пускай не то, ну, с какими-то даже более чем консультативными, так сказать, полномочиями. Но получилось, получилось ничего. Получилась такая грантажерная такая вот штука, понимаете. Огромные деньги, огромные зарплаты. А дальше получается, понимаете, один мой знакомый говорил, что гонка вооружений не прекратится никогда, потому что гонка вооружений, помимо прочего, это еще огромное количество личных бизнесов. И в буржуазных экономиках, рыночных, и в плановых экономиках, понимаете. Людям нужно, так сказать, зарабатывать свои деньги, получать свои должности, ездить в черных машинах и так далее. И даже если вдруг, случайно, допустим, в Соединенных Штатах, в России, или вдруг объявится какой-нибудь человек, который изобретет супероружие размером, так сказать, в компьютерную мышь, которая позволит испепелить кого угодно, его, конечно, закопают, естественно, тут же. Потому что а куда девать генералов, а куда девать академиков, а куда девать генконструкторов, понимаете. Это мощное лобби, мощный личный бизнес. Так что вот таким же мощным личным бизнесом является ООН. Люди, которые сидят в ООН и привыкли получать огромные деньги, бесконтрольно практически распоряжаться огромными средствами по помощи беженцам, по помощи кому-то еще. Ведь денег все больше и больше, а беженцам все хуже и хуже, понимаете. Поэтому это такая вот, не хочу говорить громких слов, но какое-то, в общем, не очень высококачественное новообразование. То есть этот механизм изнутри реформироваться? Изнутри нет, нет, конечно, нет. Только, так сказать, он может быть реформирован только, так сказать, волевым решением, допустим, каких-нибудь пяти великих держав, которые говорят, что все. Да зачем тогда этот механизм нужен, если может все быть решено путем прямого диалога по телефонной трубке? Ну, в частности. Ну или не по телефонной трубке, хорошо, за столом просто. Нет, он нужен. Он нужен как вот такой вот, как вам сказать, такой протопсевдопарламент. Большая дискуссионная площадка, конечно, нужна. И пускай на ней выступают дипломаты, пускай выступают журналисты, эксперты, политологи, экологи, кто угодно, этнографы. Пускай они говорят о том, что какой-то вымирает народ, какому-то народу нужны школы по языку, где-то засорена река, где-то там какие-то бандиты вырезали какое-то племя. А давайте примем, так сказать, по этому поводу какое-то решение, обратиться к правительствам, выделите спецназ, пошлите, остановите кого-нибудь бандита, который в Конго кого-нибудь режет. Понимаете? И это да. А вот в том виде, в котором сейчас, когда они воображают себя мировым правительством, им не являясь, это смешно. Что касается дискуссионных площадок и решений, Телеграм тут заблокировали по решению Таганского суда. Вы пользуетесь мессенджером, кстати? Телеграмом я не пользуюсь, я пользуюсь мессенджерами этим самым WhatsApp, я пользуюсь этим самым мессенджером при Фейсбуке. А чем объясняется такое неистовое желание силовиков задавить именно Телеграм, именно этот способ коммуникации? Желание, как мы видим, сбывается в реальном времени благодаря Таганскому суда. У меня единственный вопрос о том, что срок на обжалование вроде бы еще не прошел, а его уже блокируют. А там было, собственно, оговорено это решение, что приступить немедленно. Это странное решение суда, когда приступить немедленно. А как же, так сказать, ведь есть общие принципы судопроизводства, общий УПК, так сказать, для всех. Я не знаю, почему они так хотят заблокироваться. Я в Телеграме никогда не был. Я даже никогда не видел, какой интерфейс Телеграма и что там такого интересного. В целом очень похожий на WhatsApp, которым вы пользуетесь. Ну а чего тогда? Может быть... Ну, смотрите, там есть такая функция, как публичные каналы. То есть это, по сути, средства массовой информации. Там от 100 до 200 тысяч пользователей насчитывают самые крупные каналы сейчас в России. В Иране, кстати, где Телеграм тоже заблокирован. На миллионы счетов. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, тогда вы сами ответили на все вопросы. Ну, вот, по вашему ощущению, это могло бы быть пробным шаром таким, чтобы по принципу домино последовали оставшиеся социальные сети? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Принцип домино сейчас не работает, понимаете? Вообще нигде не работает. Могут запретить один спектакль, а другой разрешить, понимаете? Вот Кирилл Серебренников находится, по-моему, в... Домашним арестом. Домашним арестом. Однако, смотрите, он получил золотую маску на золотой маске. Его спектакль, ну, Реев, так сказать, прошел совсем, так сказать, все генеральство было на премьере, понимаете? Так что нет. В этом решении жули золотой маски чего больше? Политики или эстетики? Нет, ну, почему? Ну, я думаю, эстетики все-таки. Хотя, понимаете, тут трудно окончательно решить. Конечно, политика, при присуждении любой премии, политика играет огромную роль. Политика в общем смысле. Политика не в смысле, вот, как мы говорим, международная политика или внутренняя политика, а политика в смысле вот какие-то внеэстетические критерии. Кому-то дать этому, не дать этому давно давали, этому недавно давали. Понимаете? Вот такие вещи. Этот друг, этот враг там и так далее. У нас как-то политика вытеснена, по сути, из тех пространств, в которые ей стоило бы существовать, в пространство локальное, да, в пространство там вокруг театра, вокруг следственного комитета. Ну, а, наверное, да. Может быть, вы довольно, так сказать, так вот сейчас сходу вы открыли такой вот закон своего рода. Вот так, политологически. Позволю его за вас, так сказать, доформулировать. Он звучит таким образом, что политики всегда в обществе будет какое-то количество. Всегда в обществе будет, допустим, 25% политики во всех действиях. Но когда политику выгоняют из тех мест, где она должна быть, а именно из парламента, из местного самоуправления, из выборов, ну и так далее, даже из правительства, тогда политика начинает рассыпаться и попадать туда, где в чужие места, понимаете. Но самое главное, что она никуда не денется. В прямом эфире «Эхо Москвы» писатель Денис Драгунский. Я напомню, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть в прямой трансляции на основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Присоединяйтесь, как это сделали, уже, сейчас вам скажу, почти две тысячи зрителей нас смотрят. Во! Да. Видите, что происходит в этой студии? Денис Драгунский машет в объектив камеры. Но есть и традиционные средства связи, кроме чата YouTube, это номер для сообщений «Плюс 7-985-970-45-45», аккаунт в Твиттере под названием «Вызвон» и форма на сайте «Эхо Москвы». Я хотел на пару шагов назад вернуться. Вы ситуацию вокруг Сирии назвали одним сплошным «нехорошо», я процитирую вас. А все-таки есть ли в этой ситуации, видите ли вы большего злодея или оба хуже? Нет, не вижу. Нет, ну, понимаете, когда речь идет о том, что кого-то газом травят, то, безусловно, больше злодей тот, кто травит газом. Вот, в этом смысле. И я... Ну, вообще, понимаете, тут вот какая штука, на самом деле. Если попытаться немножко залезть на высокую, так сказать, сосну политической теории, то мы получим, что мы с... И мы, русские, и они, американцы, совершенно по-другому смотрят совершенно со своей колокольни, которая, в общем-то, Америка к России ближе, чем каждая из них к Сирии, понимаете, на происходящее в Сирии. Например, вот это вот преемничество сирийского, семейное преемничество, вот эти вот династии, в общем-то, для нас... нам чужды, понимаете, а у американцев они вовсе вызывают полную оторопь, понимаете. А для, наверное, я думаю, что, наверное, для сирийцев, ну, наверное, для большинства сирийцев, потому что все-таки не 98% поддерживают осаду, но, наверное, все-таки большинство какое-то. Для большинства сирийцев это, наверное, является единственным естественным способом политического бытия, то есть жить под королем, под диктатором, под шейхом, под вождем, понимаете, то есть жить вне вот этих вот европейско-американских и даже латиноамериканских демократических процедур. Ну, а в России такого желания, таких тенденций вы не видите? Настроений? Тенденции у нас такие, безусловно, есть. Но, тем не менее, все-таки мы живем пока еще в более или менее демократическом государстве. Надо это ценить и надо развивать вот эти вот демократические, так сказать, моменты, которые остались. Много говорят в последнее время о возможности прямого военного столкновения России и США, все напряжены. Вам, вы такие риски видите? У вас вызывает вся эта ситуация опасения? Или о горячей какой-то фазе говорить пока довольно рано? Ну, видите, какая штука всегда происходит. Мой опыт показывает, что все вот эти катастрофы происходят внезапно, что их невозможно предсказать. Вот все кричали, что вот эта ночь апокалипсиса, там, сколько-то, 4 дня назад уже в Фейсбуке, все друг с другом прощались, а кто-то уже даже закупал тушенку, а другой ему говорил, зачем тебе тушенка, тебе не пригодится. Федеральные каналы учили, как выживать. Вот, федеральные каналы учили, как выживать в случае атомной войны, как, кстати, на моей памяти уже было. Это было в 60-е годы, когда был военный такой психоз, и учили, говорили, что запас воды, там туда-сюда, там медикаменты. Вот. Ничего не произошло. Произошел такой чисто символический обмен ударами. В общем, совершенно неизвестно, сколько ракет пущено, сколько ракет сбито. Американцы говорят, что все ракеты попали в цель. Наши говорят, что сбили там 70 С-100, там что-то такое, понимаете. Не верить нельзя никому, ни тем, ни другим, на самом деле. Мне так кажется. Ну, так опыт показывает жизненный, что вот этой пропаганде военной верить нельзя вообще, просто никогда. Когда-нибудь потом, может быть, если это кому-нибудь будет интересно, когда-нибудь потом это нам расскажут историки, историки современности. Вот. Но и поэтому, конечно, не хочется верить в войну, и хочется верить, что здравый смысл есть у всех. Но есть один опасный, так сказать, симптом. Вот может возникнуть такое легкомыслие. Может, могут люди сказать, ну, войны все равно не будет. Ну, все равно не будет. Поэтому давайте дальше тереться боками, так сказать, в Восточном Средиземноморье. Давайте дальше, так сказать, аккуратненько там шмалять ракетами вот по безопасным друг для друга квадратам, понимаете. И вот тут обязательно, может что-то произойти, совершенно непредсказуемо. Вот той войны, которая была во Вторую мировую войну, когда война планировалась в германском штабе, когда они знали, что вот Диерст и колонна маршируют, Диерст и колонна маршируют, что тогда-то мы вступим в это, вот сюда пройдем, захватим Польшу, потом мы, так сказать, пересечем границу, там план Барбаросса и даже план Ост. То есть как, так сказать, потом с покоренной Россией обращаться. Такого нет, понимаете. Сейчас такого нет, потому что у всех есть ядерное оружие большое. Не пускайте, что сценарии разного рода прописаны и нашим генштабом, и американским генштабом, и перспективы Асада тоже в самых разных ключах анализируются. Потому что они-то, может быть, анализируются, но у них есть... Вот в гитлеровском сценарии войны в плане Ост, я его внимательно читал, там все прописано, кроме того варианта, что русские с востока, а англосаксы с запада сожмут Германию в клеще и съедят ее, как кильку, понимаете? Пускай с огромными кровями, с огромными жертвами, но победят. Вот этого не прописывалось. А здесь в сценарии всегда прописывается вот что, что в любой момент, так сказать, глава государства, там своим отпечаток пальца, или как это делается, на ядерный чемоданчик, кладет и летят сразу там, не знаю, тысяча ракет, у каждой из которых по 100 боеголовок. И апокалипсис нау. Ну, смотрите, как минимум 10 лет, даже, может быть, больше речь, ну, такая распространенная точка зрения, что войны в классическом понимании, в общем, в подтверждении ваших слов, и быть не может нынче. Но мы имеем пример, допустим, Восточная Украина. Ну, по сути, конфликт, хоть он и в таком полузамороженной стадии находится, но, тем не менее, это вполне реальная война. Война, реальная война. Ну, такая война, такая какая-то старая очень война, знаете? Окопы, все дела. Окопы, все дела. А рядом деревня, в которой люди живут нормально. Ну, вот как средневековые войны. Вот, например, скажем, бушевала столетняя война между Францией и Англией, так? А что получается, что война шла в одной деревне, а в соседней деревне вообще даже не знали, что война идет, понимаете? Это потом всю эту цепочку столкновений назвали столетней войной. Писатель Денис Драгунский, гость программы «Персонально в ваш». Я напомню, что вы можете написать нам сообщение на номер 7-985-970-4545 с вашими вопросами, если они у вас возникли, репликами, комментариями ко всему тому, что вы слышите. И не только слушать нас можно по радио, но и смотреть на YouTube-канале, в трансляции «Эхо Москвы» на основном канале. Там, кстати, также есть чат, куда можно писать свои сообщения. Мы через некоторое время к вам вернемся. После новостей середины часа, через 5 минут, я думаю, что вопросы у вас возникнут. Присылайте их. Кстати, по поводу Телеграма, это вполне такой ваш формат, в виде ваших заметок, которые вы делаете в Фейсбуке. То есть прям целый канал, если собрать это все, будет шикарно. Что? Кто? Чей канал? Если бы вы были знакомы с Телеграмом, то это вот как раз... Ну, вот видите, поздно. Да, в принципе, говорят, что все в порядке. Любать. Ну, судя по примеру Ирана, где все это заблокировано, да, там вполне все пользуются. Что, VPN? Там даже не VPN, там Дуров, основатель мессенджера, писал, что внутренними какими-то средствами обхода блокировки, которые зашиты внутрь приложения, они их разрабатывают, постоянно совершенствуют. То есть пользователю не нужно ничего предпринимать для того, чтобы... Просто играть себе. Блокировка просто, да, он продолжает работать. Это интересно. Они сейчас прислали... Да, они сейчас прислали уведомление, что может нестабильно работать, но, тем не менее, мы, говорят, будем информировать вас о развитии событий. Интересно. Надо наблюдать, как говорится. Интересно. Кстати, у меня, судя по всему, отвалился. Как он выглядит, хоть интерфейс? Смотрите, ну, это то же самое, что и по сути тоже, что WhatsApp, тоже есть чаты, переписка. Ну, то есть... Немаловажно, что там комментируют нельзя. А канал как выглядит? А канал выглядит примерно так же, просто здесь односторонняя история, здесь нельзя писать сообщение. Просто некий распространитель информации, это сообщение, и люди, да, получают уведомления. А, это даже интересно. Вот это как жалко, что я не знал это раньше. Нет, у меня работает. И у меня, у меня прям все... У тебя Wi-Fi местный? Нет, мой оператор мобильный. Нужно обратиться к зрителям YouTube, пишите нам, какие провайдеры начали отключать. Вот нам Канон пишет, Телеграм, прекрасно работает. Если у вас не прекрасно, пишите. 15.35 с нами писатель Денис Драгунский. Мы тут в предыдущей части нашего эфира говорили о том, как большие ребята меряются силами на территории, или вокруг территории Арабской Республики Сирия, имея в виду Белый дом и условный Кремль. И тут приходят сообщения самого разного рода, да, помнишь, в феврале была история вокруг гибели бойцов из ЧВК Вагнера, и один из людей, который написал об этом в том феврале, был журналист из Екатеринбурга, Максим Бородин, который страннейшим образом выпал из окна собственной квартиры недавно. Ну да, и через некоторое время умер в больнице. Ну понятно, обычно с какого этажа? Да, по-моему, пятый этаж. С пятого этажа, в общем, больше вариантов умереть в больнице, чем остаться в живых. Понятно, что выглядит все как несчастный случай, но, тем не менее, мы как-то привыкли настораживаться всегда, когда дело касается журналистов. У вас вызывают какие-то вопросы эта история? Ну, разумеется, конечно, когда человек, который слишком много знал, слишком много разговаривал, конечно, иногда с ним расправляются. Но, понимаете, одно дело, что так бывает, и это как бы подозрительно, но это не значит, что мы можем утверждать это. Незадолго до гибели журналист Бородина сообщалось о возможном убыске в его квартире со стороны следственных органов. Это привносит, скажем так, дополнительный колорит какой-то. Ну, может быть, может быть, да, может быть, конечно. Непонятно, правда, кто, кому нужно было его устранить, грубо говоря, потому что если следственным органам нужно, так сказать, получить с него материал, то его, конечно, лучше там, допустим, допрашивать, а не выбрасывать из окна. Неоднозначно довольно складывается ситуация, на которой говорят социологи Левада-центра. Они утверждают, что в России протестная активность вот сейчас, в данный момент, на рекордно низком уровне. В то же время мы видим продолжающиеся протесты в Волоколамске и других городах Подмосковья против свалок и мусорных полигонов. Какая-то нестыковка получается. Не находите? Я недавно прочел, даже, может, ее не совсем дочитал, потому что она состоит из таких независимых глав, но очень хорошую книгу американскую, называется «В силгуд, кроме бигдейта». О том, что... И там показана очень интересная ситуация о том, что люди по-разному совершенно себя ведут при ответах на социологические опросы и при своих запросах в Гугле, понимаете? И получается, что на самом деле люди совершенно не такие, какими они хотят предстать. Потому что все-таки по социологическим опросам, особенно сейчас, может быть, в эпоху, когда социологические опросы только начинались, люди были искренние, или у людей не было других способов самовыражаться, что это было более, так сказать, валидным каким-то средством. Потому что сейчас, мне кажется, что реальность сильно отошла от социологических опросов. И если и протест, протестные настроения, не нужно им радоваться особенно, кто протестует. И консервативные настроения тоже не нужно им радоваться тем, кто хочет сохранять нынешний статус. Это разные вещи. Нужно как-то общественное настроение изучать все-таки потому, что люди делают, понимаете? Ну, а с другой стороны, давайте посмотрим про эту самую свалку в Волоколамске. Ну, хорошо. Это народ действительно возмущается, митингует. Теперь давайте посмотрим, сколько этого народа, и сколько его процентов, как сказать... Относительное население. Относительное население страны. Да, может быть, по-другому. Но я не могу учить опросных. Я знаю этих людей прекрасно. Это высочайшие... Вот Левада Центр. Это величайшие, высочайшие профессионалы. Но все-таки я знаю, как они составляют опросы. Но у них свои, так сказать, есть подходы. Очень точные, очень интересные. Но вот... Я бы, например, попытался бы узнать, сколько людей там... Тревожатся ли люди насчет того, что у них есть такая же свалка под боком? Поддерживают ли они этих людей? Готовы ли они им как-то помочь? Вот так вот. Ну, вообще, конечно, снижение протестной активности, оно, по-моему, оно всегда бывает вот... Ну, оно бывает волнами идет, понимаете. Ну, и плюс тут президент только переизбран, да? Начало самое цикло. Алексей Навальный тем временем анонсировал акцию протеста 5 мая. Алексей Навальный, ты сидишь, это вот то-то как раз, как говорится, то-то. Мне интересно это послушать, потому что я про Алексея Навального уже давно ничего не слышу и не вижу в сети. Смотрите, Алексей Навальный организовал акцию протеста 5 мая в годовщину, по сути, ну, практически в день, в минус один день с 6 мая 2011 года, 12-го, прошу прощения. И призывает людей выйти на улицу. Там целый ряд требований, насколько я помню. Ну, и, собственно, сама дата, сама вот эта мотивировка поставить протестную акцию стык в стык, да? Мы знаем, что Владимир Владимирович довольно так нервно реагирует, как показал опыт 6-летней давности, на события вокруг своей инаугурации и некую активность. Да, церемония вступления в должность запланирована на 7 мая, а, соответственно, акция Алексея Навального 5-го, то есть за два дня. Ну, за два дня от ничего, от нищетого. Если бы она была запланирована на 7-е или на 8-е, тогда было бы интересно. Тем не менее, ваш прогноз, может быть, по численности участников это повторит? Это история успех, не знаю, акций 26 марта прошлого года? А сколько там было народу? Там было однозначно много. Мы помним забитую до отказа Пушкинскую площадь и тот самый расхожий тренд разговоров о школоте, вышедшей на улицу, он, собственно, тут же идет. Плюс, да, эта акция была не только московская, вышли люди и в Петербурге, и в десятках других городов. Ну, вы знаете, мне трудно прогнозировать, но я скажу так, что какой-то народ соберется. У меня такой смешной прогноз. Какой-то народ соберется. Просто пустого зала, как говорится, не будет. Кто-то соберется. А у Роскука это зависит от такого, от миллиона причин. Это у какой-то день недели. В субботу. Ну вот, уже хуже. Ну, а вот если резюмировать... В субботу, в мае, если будет хорошая погода, 6 мая, в субботу, ну, седьмого или какого? В шестого. В пятого. В пятого. В пятого мая, в субботу. Хорошая погода, длинные каникулы еще не закончили. Ну, ребят, ну, вы чего? Ну, вот в целом, да, если мы фиксируем вслед за социологами, как бы они ни считали, что протестные настроения в стране снижаются. Они на рекордно низком за 10 лет уровне, с одной стороны. С другой стороны, антимусорный протест нарастает, и не только в Подмосковье. Вот в целом, вам тренд каким видится? По нисходящей или по восходящей? Мне видится по нисходящей, потому что протестные тренды очень связаны с... Ну, на самом деле, это все то, что я говорю сейчас, это просто пустые разговоры. Потому что для того, чтобы посмотреть на протестные тренды, нужно посмотреть на тренды вступления людей в рабочий возраст, на занятость, на безработицу, понимаете? Потому что все это, получается, не на пустом месте, не потому что кто-то возмутился. Кто-то возмутится, может, в одном конкретном городе, в котором подожгли свалку и вонь пошла. Или там в городе, в котором там у Васи Господь, там вот как в Хемерово трагедия такая произошла. Вот может возмущение быть локальное. Возмущение общее бывает только на определенной демографической матрице. То есть на росте людей, выходящих на рынок труда, и которые одновременно их встречают там безработица. Вот тогда протестная активность. Понимаете? Это как бы азбука. Понимаете? Я ее никто не отменял. Если есть где работать, и если мало населения, мало молодежи, то никакой протестной активности не будет. Она всегда будет носить такой любительский, такой дилетантский характер. Понимаете? Нереволюционный, во всяком случае. В прямом эфире «Эхо Москвы» писатель Денис Драгунский. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Это номер для Ваших сообщений с вопросами, репликами и комментариями. По поводу протестной активности. У нас тут в столицу Армении, Ереван, довольно неожиданно охватили эти самые протесты. Люди недовольны выдвижением бывшего президента страны Сарксяна на пост премьеры республики. А кто его выдвигает на этот пост? Я так понимаю, партия. Местные силы, собственно. А как выдвигать? А премьера республики там что? Что избирательный пост, что ли? Что значит выдвижение на пост премьера? Потому что по нашему опыту непонятно. Или, допустим, по какому-нибудь опыту, не знаю, какой-нибудь другой страны, президентской республики, например, типа Франции. Я так понимаю, что голосование проходит среди парламентариев. А, в этом смысле. А почему они против? Что он уже очень... Ну, 10 лет как бы. Схема, которая прошла у нас в 2008 году, да, с рокировкой Путина. Там как-то, да. Как-то возмутило людей. Ну, да. Все-таки вот перекрытие до улиц, нарушена работа метрополитена Ереванского. Мне кажется, такая ситуация в Москве... И палец уже реагирует довольно непредставима. Нет, сейчас не представим. Горячая кровь или... В частности, горячая кровь тоже играет свою роль. Потому что, когда мы посмотрим латиноамериканские режимы, так часто меняются. Это не только дело в экономике, не только дело в традиции политической. Не только дело в их рождаемости, так сказать, безумной. Ну, высокой, гораздо выше, более высокой, чем у нас. Но, конечно, горячая кровь тут тоже играет свою роль. И климат и, так сказать, психофизическая конституция людей. Конечно. Вы когда последний раз видели, чтобы там, не знаю, революцию в Финляндии или в Швеции? Понимаете? Там, в общем, необходимости я особо и не вижу. Потому и нет необходимости, чтобы все-таки спокойные, рассудительные. Я думаю, первопричина все-таки другая. Ну, какая? Ну, ситуация у этих стран вполне себе, да. Развитые демократические институты. Ну, вот развита, правильно, вот такие спокойные люди себя развивают в спокойные институты. Ладно, нет, это, конечно, все смешно, на самом деле. Но я не вижу вот такого вот выхода в Москве. Кстати, о Москве. Столичный мэр тут о развитии одного из демократических институтов задумался о том, чтобы продлить время голосования на выборах до 22 часов. Как вам? На выборах, собственно, мэра, которые должны состояться в сентябре. На предстоящих. Да хоть до 24 часов разница какая. Хоть круглые сутки. А в чем тут, так сказать, в чем тут фишка-то? Что он хочет добрать побольше народу? Ну, наверное, наверное. Не знаю, люди в целом, знаете, люди, в общем-то, как бы кричать по поводу Собянина, по поводу плитки. Это, конечно, возмутительно, что опять плитку перекладут. Я выхожу на метро спортивно, опять вскрыли. Вот сейчас. Да, опять вскрыли асфальт, опять в плитку выковырили, новую кладут. Вот, не знаю, что это значит вообще. Это какой-то ритуал становится. Третий сезон, по-моему. Если бы третий. Но при этом люди, в общем, в целом, Собянином довольны, потому что, особенно вот те люди, которые представляют собой большую голосовательную массу. Очевидно, те люди, которые устроили вот эти вот кошмары, которые многих возмущают в центре Москвы, вот эти вот пасхальные яйца, вот эти искусственные деревья, вот вся вот эта вот, ну, я даже не знаю, как назвать каким словом, жалко Джамбула, что беден язык, понимаете? Но мне почему-то кажется, что где-то примерно 70% москвичей, которые живут на окраинах, в спальных районах и приезжают в субботу, в воскресенье, просто потусоваться по центру, погулять, там, посидеть там в каком-нибудь кафе, там, попить пепси с горлышка, понимаете? И вот погулять среди вот этих вот иллюминаций, им это безумно нравится. И они говорят, да, вот мэр нам устроил вот такие вещи. Может, улавливает тренд Сергея Семеновича? Как и команда любого другого политического лидера. На то, чтобы продлить существование своего шефа как можно дольше. И в этом смысле повсеместно установлены сакуры пластикового и розового цвета на улицах города. Это чудесно. Слушатели не из Москвы, я боюсь, даже не догадываются, о чем ты сейчас им рассказываешь. Ну, это красиво. Ну, это красиво. Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, да, совершенно верно. Слушатели могут заглянуть в интернеты. Там полно. И там они увидят эту красоту. Столько того, чтобы быть увиденным. Да. Смотрите, рассуждая о Сирии, вы говорили, что все, в общем, не очень. А что касается истории, такой уже, которая сходит на нет, вокруг отравления полковника, экс-полковника Скрипаля и его дочери. В этой ситуации вы, так сказать, есть у вас доверие к сторонам? Вы знаете, эту историю, вы, конечно, на меня очень... Сейчас удивитесь моим словам. Но меня очень впечатлила фраза, сказанная одной женщиной, которую мне не очень ценю. Она сказала, мне абсолютно наплевать на Скрипаля. А человек, который пошел, так сказать, поставил себя выше закона, когда-то, когда пошел работать в ГРУ, он, так сказать, все, так сказать, ни на что жаловаться не имеет права. А если вынести за скобки фигуру самого Скрипаля и вот посмотреть, как разворачиваются эти дипломатические войны. Да, заявляют там об итогах исследования в Портндауне, где был назван действующим веществом некое вещество новичок. произведено или в Тарханах, или где-то на территории России, или нет. А потом, господи, Лавров... В Тарханах? В Тарханах это самое Лермонтовские вещества. В Тарханах, да, конечно. Затем Лавров упоминает швейцарскую лабораторию в Шпице, говоря о том, что действующим веществом было вещество Бизет. И эта лаборатория не подтверждает этих данных, говоря, что окончательные выводы должны сделать в ОЗХО. Вот это несоответствие. Министр произносит, собственно говоря, такие слова. И тут же следует, ну, если не дезвуация этих высказываний, то как минимум публичная демонстрация недоверия к словам министра. Ну и что? Первый, что ли, раз? Ну, не хотелось бы. Ну, конечно, не хотелось бы. Но, тем не менее, приходится привыкать. Понимаете? Ну, первый, что ли, раз, что это самое, что министр говорит что-нибудь, что потом опровергается быстро. У нас министры вообще говорят совершенно замечательные вещи. Типа того, что там, ну, по экономике, по прожиточному минимуму, по пенсиям, понимаете, говорят совершенно вещи, которые вообще не лезут ни в какие ворота. В смысле... Ну, они-то говорят на внутреннего потребителя, а Лавров имеет в виду весь мир. Ну, и вы знаете, я думаю, что нам бы надо бы стрелочку перевести и внимание, большее внимание обращать на то, что происходит на внутреннем рынке, так сказать, политическом. Почему? Объясняю. Потому что то, что Лавров говорит на весь мир, он это говорит не на весь мир, он это говорит на таких же 15 Лавровых, как он сам. И вот эту вот тусовку из 15 Лавровых, американский Лавров, английский Лавров, французский Лавров и так далее. Вот, понимаете, вот их тусовку нельзя путать со всем миром. Весь мир занят своими делами. Весь мир работает, получает зарплату, платит налоги, ходит в поликлинику, хочет получить хорошую пенсию, хочет, чтобы вы не травили свалкой. Вот этим занимается весь мир. А вот этот вот вынос, вот этой вот мизерной совершенно вот внешнеполитической тусовки, так сказать, на фокус общественного интереса, в этом тоже есть какая-то ужасная манипуляция общественным мнением, понимаете? Ну, ребят, ну, все-таки важнее то, что у тебя дома делается, чем то, что сказал Лавров кому-то, а Лаврова опровергли, понимаете? Ну, сказал, но опровергли. Ну и, как это, хаимбис, как говорится. Полтора минуты у нас остается. Три четверти россиян, оказывается, не слышали об обвинениях депутата Слуцкого в домогательстве. Какой-то депутат, напомню, такой, который в служебное время любит похватать журналисток за всякие места, но они сами об этом утверждают. А те россияне, которые слышали, получается, треть, вернее, четверть, они не поверили этим самым обвинениям. Это почему? У нас такой высокий беспрецедентный уровень доверия к русскому парламентаризму. Нет. Они не поверили, потому что они не поверили по... Если, например, скажем, это бы сообщили бы о том, что какой-нибудь парламентарий бы там выстроил себе дачу на Лазурном берегу в 100 миллионов миллиардов там кувейских франков, понимаете? Они бы поверили, конечно. Дело в том, что наш народ очень, в смысле равноправия женщин, очень пока слабоват, понимаете? И женщины даже не уступают, потому что разговоры о том, что настоящий мужчина должен быть, так сказать, защищать и обеспечивать, понимаете? То, соответственно, все отсюда, все это растет. Ну, напомню, в общем, что эта комиссия по вопросам депутатской этики нарушений в поведении Слуцкого не нашла. Вот из результатов этого самого социологического исследования те, кто считают обвинения необоснованными, россияне заявили, что не верят журналисткам и читают их слова пиаром. Они также заметили... Ну, правильно, правильно, правильно. Конечно, не верят. Ну, конечно, не верят. Хотя это доказательство. Я, правда, плохо представляю себе, что это такое. Доказательство сама напялила юбку короткую. Сама виновата. И теперь жалуется. Слышали мы такие слова. Вот такие, это вот точно вот такой вот этот довольно гадкий, честно говоря, подход. Писатель Денис Драгонский был гостем программы «Персонально ваш». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова